Для комфортного передвижения пассажира в метрополитене, которое называется так, как количество людей, которые находятся на свободной части пола подвижного состава, на квадратном метре пола подвижного состава. Значит, эта норма составляет 4,5 человека, а если это превышает, то эти условия считаются уже не сильно комфортными. Но вот, например, в нашем московском метрополитене мы можем наблюдать, что в часы пик есть несколько очень сильно перегруженных линий, где вот этот норматив у нас превышается, и мы иногда наблюдаем и 7 человек на квадратный метр пола. То есть мы видим, что метрополитен сегодня испытывает колоссальные нагрузки. И, собственно, вот это вот падение в таких вот графиках вниз за последние два года за счет прироста протяженности метрополитена означает то, что люди начинают ехать в более комфортных условиях. Но какие проблемы у нас еще сохраняются? Потому что, когда мы говорим о развитии метрополитена, мы, собственно, в первую очередь отталкиваемся от тех проблем, которые есть сегодня и которые мы будем видеть в динамике, в перспективе. Мы видим, что сегодня у нас, вот как я уже говорил, что условия перевозок, то есть работа метрополитена достаточно тяжелая. И, собственно, вот этот норматив, который сегодня превышает комфортные условия перевозок, он является, так сказать, главным недостатком работы метрополитена. В качестве перегрузки еще можно отметить, это такие станции, которые у нас сегодня имеют по одному выходу, ну, в частности, там, положим, это Комсомольская, Баумская, Электрозаводская. Там возникают, конечно, у нас вопросы по перегрузке входов и выхода пассажиров на эти станции. И также у нас перегружены практически все пересадочные узлы, а как вы знаете, практически все пересадки в Московском метрополитене осуществляются либо на кольцевой линии, но под большинство их, либо внутри кольцевой линии. То есть, фактически, весь трафик пассажиров, он у нас едет по этим диаметральным линиям к центру, там осуществляется пересадка, и дальше он едет уже, ну, несколько, там, предположим, перегонов в середину или центральной части города по другой линии.